слышите летит рванула ваш сигналка сработала на здрасьте между подходами пока отдыхаю решил к сергею подойти потому что давно уже не снимали видосы все думают что мы там поссорились просто микрофон возьмите только не слышно будет проблема заключается в том что я сейчас тренируюсь вечером а сергей викторович получается это часов до трех да мы короче не стыкуемся у меня там появились некоторые проблемы которые надо решить у всех проблемы и у викторовича сергея тоже достаточно проблем которых надо решить как вы сейчас как продолжать тренироваться да ну принципе да сейчас начал три месяца ничего не делал вообще ну как я смотрю даже сняли повязку таком не сегодня же диализа не было только на диализ вены так я смотрю было пять подарок и приступ пришлось слить килограмма четыре воды поэтому повылазило сколько сейчас вес примерно 94 94 это вы тогда когда вы тогда слили до 80 до этого воды мы потеряли потом начали наедать дальше тогда потихоньку что врачи вообще говорят саню написал заявление на доследование на трансплантацию жду решения туда на на доследование проходить ну и так я смотрю по внешнему виду ну пободрее стали с того момента как только это все началось вообще прям плохо было сейчас ну так прям оживились много наверное причин кто-то наверно кровью пил сильно ну прям вот я смотрю на вас бодрость но очень хорошо я надеюсь что мы с вами продолжим работу потому что ребята просят то я уже вопрос решили то решающие такие вопросы быстро не пишет все решаю поэтому я сейчас до тренируюсь получается по вечерам на выходные так когда получается мы видите даже не можем состыковаться поэтому я приостановил свой тренировочный план поставил сейчас себе цель хочу пожать на разок делать больше ничего ну я знаю что вы против это же больше как не знаю во первых для контента во вторых как для лично какая-то цель со стороны до сиренский принципе не думаешь они важны так для контента ну я же не на 30-ой душу на 300 ты не идешь но я же для контента 2 там 200 есть это же никого не удивишь а вот себе навредить может ну как для себя личная цель вы короче против я против я против что ты получил что-то еще какой-то очередную болячку культуры за которой играть потом опять выпадаешь ну что тогда ребят сергей викторович с нами мы возможно снимем скоро видео какой-то разговор на накидайте вопросов под видео которые хотели задать уже все соскучились так очень будто сергей то есть папа на самом деле он тут всегда как памятник да на этой скамейке он сюда и так вы сюда придете он тут будет просто график такой ножки не совпадаем поэтому мы немножко как бы разошлись молодежь давать давно не жал стабилизатор не работает медленно пускают чтобы нет нет у меня от этой техники взрывной что при этом опустил что вырвал непривычно еще пока поэтому буду на еще работать смите все периодически буду переходить на такую на свободный вес за счет наверно поработать 150 сильно повышать не буду пока еще рано сергей викторович против поговорил с ним он прям сильно против послушать тренера я сам такой вообще не люблю когда меня как тренера не слушают ну типа его словах есть правда типа как бы сила ну мягко говоря не моя стезя я сейчас даже пойду на эти 200 типа никого этим не удивлю риск того что получу травму очень высокий типа не так травм куча спине там да еще и сейчас еще грудак себя травмирует надо подумать вы как считаете ребят напишите в комментах делись на вашем не то есть я сейчас снимаю контент ну типа никакой там не обучающий просто с вами делюсь там своими моментами до сейчас сейчас начал работать до нажим который хочу вернуть иду плавно до особо не не рвусь маленькие шаги видите серии виктор говоришь улучшена антон не стоит типа он через это проходил через эти все силовые на 1 типа очень сильно рвался говорит что он того не стоит типа был бы смысл если там шел на 350 до шага-то удивить а так на 200 типа 200 все жмут даже натурально наверно вы сколько максимально жали от груди 210 это на 1 или рабочий тут немного я никогда не стал акции и свободным весом и залы способен короче чтобы мышцы накачать вес большой не нужен главное чувствовать наполнение потому что тут не оттого что ты большим весом просто потешит свое самолюбие заполнение блять мастерковых хорошо я знаю людей которые блять все работали маленькими лесами youtube приседания 110 килограмм но по 30 по 40 к больше веса него вот и вы говорите что не надо сжать и среди викторович тоже говорит что не надо выходить на максимум блин все против ребята все делать вот уже два тренера против того чтоб я выходил на максимальные веса сейчас еще вы в комментариях напишите что санечек да нахер он тебе надо тренируйся на мышцы до буду думать пока я все равно только форму возвращаю на рекорды еще никакие не иду мне для начала надо вернуться просто короче какой план отказываться от силовых на раз решать проблему и возвращаться на бодибилдерский тренинг с духотой сейчас уже в раздумьях такой ну типа если бы это говорил хотя бы один человек а так мне все это в принципе говорят ну что типа чтоб не идти не рваться вот это на силовые смысла не имеет может действительно работать в том в чем я более силен и типа на рост мышц просто из-за графика который мне сейчас возник я не могу блин ребенка не с кем оставить нет и понятно что эти все проблемы решаем этом можно нянечку нанять нам да или бабушек нам подключить не хочется просто никого напрягать лишний раз если мне сейчас вернуться стезю в колею работы на мышцы просто как отработочной мышцы должен удержать режим а я сейчас по сути как бы просто более как распиздяните знаете я прихожу это получается выкладываясь ну не до могу выложиться хорошо потому что выложишь там один раз за неделю это все херня надо систематически то есть в чем плюс в чем суть точнее не плюс в чем судьбу дебилдинг вообще в принципе он что ты должен делать все одно и то же систематически постоянно в этом ключ то есть нет такого что невозможно знаете как в лотерее или в казино знаешь поставил все и выиграл то есть пришел типа выложился максимально и накачался тут такого нет тут ты не видишь прогресса ты просто ходишь и делаешь одно и то же каждый день ты видишь прогресса но он есть вот и в этом вся суть поэтому каждый кто смог накачаться я считаю он жизни будет успешным потому что он сможет довести дело до конца это успешные скорее всего будут как и бизнесмены лучше все что состоит из маленьких шишков по сути никакой бизнес не делается сразу правильно постепенно просто делаешь систематически что-то изо дня в день не факт что он тебя сразу день не приносит он может не приносить долго денег да но со временем если ты доводишь дело до конца будет результат лишь также в бодибилдинге нужно просто приходить и делать 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 не пропускать тренировки делать даже если нет результата тоже делать то есть опустились руки все равно делать в этом все суть короче два варианта первый вариант продолжать работать на силу как я уже и запланировал это работа ну жим 200 выходить на силовые делать руки по 52 они мне сейчас 50 где-то может 51 делать руки 52 и выходить нажим в 200 это первый вариант второй вариант послушать тренеров сергея викторовича и валерия петровича каптенко и работать на мышцы и даже валерий петрович говорит максимально своей карьере жал 200 на 2 ну типа немного говорит чтобы мышцы накачать так он самый титулованный спортсмен украины он где-то ходит вон он ходит вон он в голубой футболке а вон его фотка вот этот справа открытый кубок киева вот это справа получается вот этот это он вот тот что стоит и вот его каптенко классик кубок олимпа то есть он проводил соревнования в киеве то есть как типа его федерация ну и считается норной классик насколько я помню был это было просто давно когда я еще наверное не родился вот как бы слушать знаете вот почему я допустим не слушают этом зачастую никогда комментаторов потому что критику нужно воспринимать только от тех людей кого ты можешь послушать то есть от кого ты можешь научиться чему-то и кто лучше тебя в чем-то преуспел вот ну допустим тот же сергей викторович да но он чемпион валерий петрович чемпион и не просто чемпион там какого-то двора а именно мировой то есть человек значит что-то знает и в принципе не слушать таких людей то кого-то да вообще слушать правильно поэтому я стараюсь прислушиваться мне есть конечно свои какие-то задумки и я в принципе с ними согласен то что надо завязывать с этими проходками блин потому что ну реально рванусь блин и все лишь вылетают вот и второй вариант это искать время искать возможности и работать на мышцы возможно опять возобновить тренинг с дух отой если получится настроить так график чтобы мы с ним совпадали и снимать видосы как раньше если вы соскучились по таким видосом пишите просто был момент еще такой когда уже вроде тренируемся да и всем уже как-то поднадоело я думаю и у меня как-то руки знает начали опускаться типа мы тренируемся до снимаем тренировки у меня как бы чтоб снять тренировку чтобы смонтировать но на это уходит помимо того что мне надо снять ее надо еще потом смонтировать это еще куча времени уходит это когда-то дело сделать систематически а потом видишь ну типа особо никому не интересно думаешь ну и может и снимать смысла нет узнать то есть мы как бы продолжали тренироваться да но уже выкладывали тренировки там раз в неделю это там не упрек говорю чтобы вы не подумали я говорю просто ну я факты просто вижу да если это особо не интересно когда это интересно то есть мы делаем не интересно ну мы делаем по-другому скажем так поэтому пишите я все равно к вам как к общественному мнению все равно прислушаюсь да то допустим написал один комментарий человек я его ним не послушаем если допустим написал комментарий да его там 500 человек поддержала лайками уже можно прислушаться даже что как бы подавляющее большинство но считает так то есть я и ваше мнение тоже учитываю пишите мне интересно это как у а и и серий викторович хотел вас узнать у вас как по времени сейчас вообще битком пока просто я буду решать вопрос со своим похождением зал может получится не выкроить как-то время чтобы возобновили работу может поставлю тебя последним вы посмотрите шубу и у вас там что-то появится вы пишите я попробую на это время как-то выкроить и но это занятие кто-то пропадет то что процент а если нету поставлю тебя после ребят соскучилась то я слушаю всех блин и понимаешь что надо завязывать с этими проходками на 1 я услышал 5 лет одного человека а теперь не могу выкратиться на посмотрим какую и сергей викторович будет по времени и если у него появится время на меня то я пробую на это время как-то договориться что с ребенка кто-то посидел что выкроить время чтоб начать их уже работать вы как считаете пишите в комментариях когда не прилетела что-то нужно и не слышал вы слышали ребята говорят что буквально да ну мы живы уже хорошо бомба убежать говорят что буквально что-то рядом я слышал что тревога типа тревога она как бы постоянно по сути не этого работала до там у меня что-то с ушами наверно наверно да прочь говорят что стреляют а мы ничего не слышим но что делать а теперь слышу да больше ну там говорят что эти кинжалы летели седьмой это не прилет это вылеты наверное в этой бедали нашей работы ну у нас крыша не сильно такая мощная нас пробьет нож одеваться некуда обстреливают работать то надо все равно где-то сюда видите постоянные обстрелы но ты не можешь как бы адаптироваться по сути не можешь каждый раз идти убежище потому что они постоянно типа каждые два часа тревога что-то летит то есть либо жить в убежище надо либо продолжать жить хотя супа по сути ну ничего не зависит стоишь может прилететь а может не прилететь хер узнает просто когда ты знаешь когда первые дни там знаешь когда меня прилетала под балкон прям было страшно но когда ты живешь в этом уже два года она постоянно прилетает летает и уже как-то привыкаешь что ли уже так по сути что тебя как бы не зависит не можешь скрыться не так никуда поэтому так и живем так и Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Короче не стоит он того Инсулин короче не стоит ДимаTorzok Так что инсулин такая зона риска Субтитры сделал DimaTorzok 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 Походу, какой-то прилет был. Прям свист слышно было. О, опять. Слышите, летит. Что-то близенько. Надо только он подальше отойти. Если рванет, сейчас стекла полетят. Лучше. Где-то тут подальше только надо поработать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рвануло. Сигналка сработала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, зала прям все... Умираешь один раз. Ушли. Ушли. Кстати, спонсоры обновили акцию. Сделали вообще халяву. Смотрите, чтобы участвовать в акции от спонсоров, нужно купить что-то у них, их продукцию на от 500 гривен по промокоду никулин2. И вы участник акции, в которой можно выиграть около 10 тысяч гривен. Поэтому все условия акции... Переходите в телеграм-канал по ссылке. Дело в том, что время по акции оно ограничено. То есть определенное количество людей, как только сделает заказ там 100 человек, то акция прекращается. Соответственно, выбираются победители. Им отправляются как бы витамины. Поэтому поспешите. Субтитры сделал DimaTorzok